Приветствую всех! Сегодня мы продолжаем проходить игру зомби против растений и у нас на очереди 15 миссия. В этом уровне сразу нам дается 3 апельсина, которые расположены на черно-желтых квадратиках и мы их не можем потерять вообще. То есть хоть один, если мы потеряем, то автоматом проиграем миссию. Такие уровни у нас уже были неоднократно в предыдущих кампаниях и поэтому у нас есть опыт. Прохождение таких уровней. Мы уже сформировали список растений, которые берем на миссии. Почти сформировали, то есть остались некоторые штрихи. Только уберем со списка клыки и поставим вместо них ледяной салат. Итак, поехали! Центр поля в принципе частично сформирован. То есть 3 апельсина, которые мы должны защищать, какое-то время могут за себя постоять. Пока что соперники на таком довольно начальном уровне и не с легкостью могут с ними справиться. Ну а потом, когда уже будут подходить роботы-самоходки, то тут уже придется нам высаживать растения для того, чтобы их защищать. Мы уже высадили 3 подсолнуха. И сейчас я смотрю, что начинаю подходить зомбику и таким образом мы сейчас должны уже высаживать растения. Хотел подождать, высаживать пока вспомогательное вооружение, но придется уже помимо подсолнуха высаживать и основное вооружение. Внизу успешно подорвали зомби, а сверху одного соперника уничтожила молния, а второй в колпаке будет уничтожен бомбой. Пока посередине никаких проблем нет, апельсины с ними справляются. Мы сейчас получили плентфуд, который направили сразу на подсолнух, с помощью которого мы сейчас посадили и пятый подсолнух, плюс высадили первую ледяную дыню на синий квадратик. Появляются уже на поле роботы-зомби, сразу три штуки. И вот для апельсина настают такие сложные времена, так как для них эти противники представляют опасность, как в целом и для нашей всей миссии. Получаем плентфуд, уже даже второй. И внизу у нас небольшой пожар, зомби прорвался, но мы установили бомбу и применили к ней плентфуд, который мгновенно сдетонировал. Сдетонировал, плюс ко всему высадил впереди еще несколько бомб, которые будут очень полезны для защиты одного апельсина. Одна бомба уже сдетонировала, и зомби робот сразу же был уничтожен. То есть фактически бомба очень эффективна против и этого зомби. Хотя я думал, что самоходка в конусе является наиболее защищенной. Ее не берет ни бомба, ни другие растения. К примеру, клыки, которые хорошо подходят для самоходки, которые создают бриер. Это вооружение очень легко справляется. Ну а с конусом вообще никак не подается. А бомба, получается, может справиться и с конусом, и с самоходкой, что очень неплохо. Единственное, у бомба есть такой небольшой минус. Она активируется через какое-то время. И в некоторых ситуациях этого времени им попросту может не оказаться. Остается всего лишь две самоходки, и мы проходим миссию. У нас уже на поле четыре зимних дыни, которые нам помогают сейчас обороняться. В принципе, три уже из себя исчерпали, так как уже противников тут не будет. Поэтому, наиболее актуально сейчас это внизу зимняя дыня. И если у нас будет достаточно денег, будет на еще одну зимнюю дыню. С другой стороны, смысл засадить. Ну, посадим на всякий случай. Вместо подсолнуха. Вывели из строя на время робота с помощью электромагнитной бомбы. И, кроме того, сейчас активно дыня и молния уничтожают робота. И весьма успешно. Так как он был ликвидирован, и мы проходим миссию, по окончании которого мы получаем подарок. Это будет молниен для какого-то растения. Сейчас посмотрим, для какого. И так, это молниен для лазера. Вот такой вот плащ. Сейчас мы заходим в теплицу и садим растения. У нас там, насколько я помню, освободился один слот. Мы его сейчас высаживаем и попутно поливаем. На этом будем прощаться. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok